Уже спустившись вниз, смотрите, что мы еще обнаружили. Ну, это, кстати, знаете, что может быть? Я немножко переместился. И, кстати, хочу вам показать толщину вот этой стены. Смотрите. Вот какая она. Давайте поднимемся, кстати, наверх. Там такая деревянная дверь есть, смотрите. Которая хранит в себе много тайн. Ну, что там? Фактически санаторий Куяльник с высоты птичьего полета. Мы, кстати, едем по асфальту, но, смотрите, из-под него пробивается вот такая вот старинная брусчатка. Давайте зайдем в эту арку. Она очень красивая. И явно очень-очень старинная. Кстати, вон, смотрите, окошко заманчивое. У нас длинные руки, поэтому мы можем посмотреть, что там внутри. И, судя по тому, что двери стоят относительно современные, то не так давно это работало, а может даже работает. Смотрите, какая вот интересная башенка. Я думаю, что вот это вот был центральный вход в грязелечебницу. Привет, друзья! С вами Сан Саныч, и вы на канале Взрослый Разговор. Мы с вами находимся в легендарном санатории Куяльник. На территории легендарного санатория Куяльник. Или на территории того, что осталось от этого легендарного санатория. У меня за спиной грязелечебница. И, судя по тому, что я уже посмотрел, вы это сейчас увидите в видео, Вот это единственный кусочек, который, наверное, еще действует. Но там, во всяком случае, стоят цветы на столах. А есть места, где уже просто все развалено, разбомблено и так далее. Это очень интересное, очень красивое и очень мистическое место. Смотрите, будет интересно. У нас отсюда открывается прекрасный вид. Впереди, вот там, вдалеке, поселок Котовского. С левой стороны Куяльницкий лиман. Ну, а для того, чтобы попасть в санаторий Куяльник, нам вот здесь вот нужно свернуть направо. Это мы едем по окружной со стороны Киева. Здесь мы сворачиваем направо. И давайте посмотрим, как туда можно заехать. Я давненько там не был, несколько лет точно. Такие вот прекрасные камыши вокруг. Живахова гора вон с левой стороны. Кстати, там очень красивая инсталляция. Может быть, туда тоже заедем. Там подниматься надо пешком. Так. Ныряем сюда под мост. Это люк открыт, это нормально. И едем прямо, смотрите. Такая вот здесь интересная дорожка. Едем прямо. Что мы видим? С правой стороны Одесский завод минеральной воды Куяльник. Интересно, он работает? Работает, да, вода же есть. Так. А здесь вот, видите, въезд по пропускам. Территория охраняемая стоянка. Ну, как бы, я понимаю, что это просто надпись. Все открыто. Недавно мы с вами были на Подоле, друзья. Кто не видел это видео, я вот сейчас здесь сделаю ссылочку. Посмотрите. И там было турагентство. Которое оказывает услугу туры в Чернобыль. Вы знаете, мне кажется, в Чернобыль ездить не надо. Что-то мне кажется, вот по тем фотографиям, которые я видел, то Чернобыль выглядит примерно так же. Это когда-то был мощнейший, мощнейший санаторий. Смотрите. Ну, я уверен, что вот это здание впереди. Оно просто заброшено. Когда-то я читал, что здесь размещали беженцев с Донецка, с Луганска. Ну, наверное, может быть, вот в предыдущих. Потому что вот здесь вообще все заколочено. И даже страшно. Так, что там написано? Бювет прямо направо. Вода, грязь, лечебница направо. Регистратура поликлиника бассейн направо. Вот здесь, с правой стороны, действующий корпус. Там есть, кстати, соляная комната. Это актуально, особенно сейчас. Ну, и в принципе, у кого какие-то заболевания с легкими, с кашлями и так далее. Это очень актуально. Но я хочу просто проехаться здесь до конца. Потом мы выйдем, немножко прогуляемся, посмотрим. Здесь очень красивое здание, на самом деле. Тут такая история мощнейшая у вообще этой территории. Тут была грязь, лечебница всегда. Смотрите справа, как красиво. Ну, мы поснимаем потом эти здания. Наверное, вот это и есть грязь, лечебница. Слушай, мы там плохая дорога. Давай вот здесь попробуем проехать. Заодно покажем. Смотрите, какая красивая архитектура. Почему-то оно в таком состоянии, что вот хочется плакать, честно. Я вам, кстати, больше скажу. Вот там вот, видите, здание прямо? Там живут люди. Вот там вот бювет. Мы тоже потом его пойдем посмотрим. Не знаю, действует он или нет. Ну, и у нас с правой стороны Куяльинский лиман. Мы его тоже потом посмотрим немножко. Друзья, если вы не подписчик канала Взрослый Разговор, у вас сейчас есть уникальная возможность под видео нажать кнопочку подписаться. Ну, и, соответственно, подписаться, сделать действие, подписаться на канал. Также нажмите колокольчик рядом с кнопочкой для того, чтобы не упустить ни одного видео, которые выходят очень-очень регулярно на канале. А канал Взрослый Разговор – это летопись современной жизни. Я показываю то, что есть сейчас, сегодня. Вот сегодня у нас 31 марта 2021 года. Мы с вами находимся на территории бывшего санатория Куяльник. И едем вот туда дальше, посмотрим, что там такое. Я уверен, что большинству одесситов здесь точно никогда не бывало. Ну, и гостей города тоже. Вот у нас это, получается, набережная Куяльника. Вот у нас с правой стороны Куяльник. Есть церковь, кстати, дальше. Проедем вот интересно, куда можно проехать, упереться. Мы потом обязательно вернемся и посмотрим. Посмотрим эти красивые здания. Я вам покажу пару мест, где получаются шикарные фотки. Вот там, наверху на горе, есть такая лестничка. Там фотки шикарные. Я, может быть, даже сделаю фотку на это видео. Обложку. Церковь. Ну, кстати, церковь, похоже, что действующая. Потому что она в порядке. Открытый люк. Это нормально. Очень здесь такие старые-старые здания. Номер 18. Но здание заколоченное. Красивая, красивая архитектура здесь. Здесь вот остатки какой-то стены. Очень много разных историй, что здесь было раньше. И то, что когда-то вот это место было судоходным. Вот. Вот я вам сейчас покажу хуяль. И то, что здесь добывали соль. Чумаки. И то, что судоходный, соответственно, соединялся с морем Лиман. И что это, в общем-то, был и не Лиман когда-то. И здесь был вокзал. И это чуть ли вообще был такой, знаете, вот как сейчас Аркадия. Ну, примерно вот так вот. Потом что-то произошло. И всего этого не стало. Какое красивое здание. Очень красивое здание. Поэтому я не берусь рассказывать истории, которые, знаете, написаны в официальных источниках. Дабы не вводить никого в заблуждение. Потому что сейчас открываются новые пласты истории. Очень много разных версий, что было раньше. Хотел сказать, что было дальше. Люди даже ходят. Если вы любите альтернативную историю, что-то знаете про это место, но то, что вы там смогли узнать где-то действительно, то напишите. Потому что здесь я вижу, что были какие-то развалины. Вернее, есть какие-то развалины. Значит, соответственно, здесь стояли какие-то строения. Ну, какие-то строения, которые сейчас фактически засыпаны вот этой вот глиной. Ой, у нас получится исследовательский ролик. Мы куда-то едем. С правой стороны Куяльник. На самом деле, Куяльник очень-очень соленый. Это уникальное место. Его сравнивают с Мертвым морем в Израиле. Но я думаю, что если бы наши власти захотели и привели это все в порядок, то мы бы точно сделали прекрасную конкуренцию Израилю. Ну, и опять-таки, ученые пишут, что это там уникальное место, уникальный состав всех этих солей, грязей, потому что грязями люди мажутся. Я не готов сейчас утверждать и говорить про эффективность всего этого дела, потому что это, знаете, все-таки такое должно быть под контролем. Но тем не менее. Мы куда-то едем. Меня, кстати, смотрит очень много подписчиков из других городов. Многие пишут, мы хотим переехать в Одессу. Какие районы вы посоветуете, какие районы вы не советуете? Ну, друзья, я думал, что вот такую Одессу... Ну, это уже как бы не Одесса, конечно, это пригород. Но тем не менее. Есть и такая Одесса. Слушайте, дорога все идет и идет. Хотя сужается. Ну, и наверх дороги нету. Наверх подняться нельзя. Едем, смотрим. Там вот какие-то черепы нарисованы. Так, слушайте, ну здесь, походу... Вот видите, как круг. Как будто был разворот общественного транспорта. Очень похоже на кольцо. Опять-таки, видите, вот-вот я вам сейчас покажу. Вон такая вот кладка из ракушника. Что-то здесь было. Не знаю, дальше мы проедем. То есть, дорога дальше не идет. Дорога дальше не идет. Есть вот такая, видите... Такая. Такое бездорожье, я бы сказал. Вон череп нарисован. Ну, все нормально. Весело впереди. Ну, кстати, дальше там что-то есть. Вот мы уже немножечко протерлись. Да-то мы упремся. Так, проедем. Болото есть, но проедем. Машину все равно собирался мыть. Потому что мы вчера приехали с Киева. Были в Киеве, делали обзор рынка столичной. И, кстати, если вы не видели это видео, я вам оставлю ссылочку. Обязательно посмотрите. Слушайте, вот здесь что-то было. Смотрите, тут прям площадка. И тут явно было какое-то здание. И там когда-то была дорога наверх. Вверх. Сюда, кстати, наверное, люди приезжают на шашлыки, мне кажется. Вот здесь можно приехать, да? О, дорога, кстати, ведет дальше. Кстати, дорога ведет дальше. И направо можно поехать к Лиману, а налево можно поехать куда-то дальше. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам формат вот такого видео, вот таких вот бродилок. Мы куда-то едем, куда глаза глядят, да? Так, ну там уже какая-то свалка нет. Там мы дальше не проедем. Поэтому я буду сдавать назад. Да, здесь можно просто, видите, вон люди, шашлычки и все остальное. И сейчас вот здесь выйдем, погуляем. Там, я смотрю, такие стены интересные, какие-то старые. Просто выйдем, прогуляемся, посмотрим. Я не буду никаких выводов делать. Просто, знаете, как раньше была передача, как же это назвало, «Вокруг смеха». Кто помнит такую передачу, напишите в комментарии. И там была рубрика «Что бы это значило?». Вот я вам просто покажу какие-то моменты, а вы напишите, что бы это значило. А здесь явно что-то было, смотрите. Идемте смотреть. Так, смотрите, друзья. Вот мы вышли. Тут такая достаточно ровная площадка вверху. То есть тут явно было какое-то здание или парк, может, какой-то. Потому что вон там дальше, вон, видите, там ступеньки, как лестничка. Кто знает, что здесь было, напишите, пожалуйста. Очень интересно. Здесь, может быть, просто что-то разобрали люди, знаете, как бывает. Наверху, вон, видите, пасутся козы. И вот есть дорога вверх. И вот, смотрите, вон стена прямо в глине. Класс. Кладка явно не современная. Кладки явно очень много лет. Я думаю, что вам ее видно, да? Есть вот такая кладка. А есть вот, смотрите. Поднимусь прямо сюда. Смотрите, какая кладка. Очень похоже, знаете, как показывают там древние-древние развалины. Где-нибудь в Греции, еще где-то. Ну, вот такая, похоже, кладочка, да? Там здесь, конечно, какая-то современная. Вон, кафель даже. Здесь явно, наверное, было какое-то здание, может быть, даже связанное с санаторием. А вот это очень похоже, наверное, на душ или туалет, да? Кафель здесь. И прекрасный вид на Куяльницкий лиман. Возможно, чье-то имение здесь было. Также мне кто-то рассказывал, что здесь вот там, где я вам показывал, что там дома и живут люди. Что там раньше были какие-то гостиницы. Куда люди приезжали, собственно, на наличие. Вот это явно колодец какой-то, да? Вот и... Тут явно, конечно, гуляют люди. И местные жители знают больше, я уверен. Ну, что-то здесь было. Или колодец, или, может, какая-то колонна. Да? Кутяк. И вот, видите, была дорога. Мы потом поднимемся наверх. Я знаю, как туда подняться, с другой стороны. И поднимемся вот на ту красивую лестничку, про которую я вам говорил. Дорога была наверх. Ну, тут, видите, уже вон водой все размыло. Ух ты! Все-таки прогуляемся. Все-таки прогуляемся, потому что интересно. Ха-ха-ха! Что я нашел? Вход в какую-то пещеру, что ли? Неожиданно. Неожиданно. Опять вот такой вот, типа, колодца, как мы там встречали. Видите? Ну, тут ров. Это стекала вода, скорее всего. Но везде какие-то строения, видите? И на этих строениях... Мы сейчас вернемся к той пещере. И тут уже, видите, поросли деревья. То есть, здесь явно... Явно давно ничего не стоит. А там есть... Пошлите глянем эту пещерку. Интересная находка. Смотрите, вот так она снаружи выглядит. Ну, тут, конечно, просто сметник, говоря украинским языком. Смотрите, какая кладочка. И что-то, мне кажется, что это, знаете, даже была не пещера, а какой-то как купол. Это разрушенный купол, может быть, да? Это не кажется? Вот если он был вот так вот цельный, если здесь стояло какое-то здание, вероятность того, что это может быть купол, тоже не исключается. Да, друзья, вот такие вот у нас есть прям под ногами, можно сказать, интересные места. Как сюда доехать, я вам показал. Ну, и поехали, я вам покажу еще сохранившиеся здания. Их тут немного, но они еще есть. Посмотрим здание Бювета, грязи-лечебницы. И в конце я вам все-таки покажу очень-очень красивое место, где можно тоже так полазить и сделать классные фотки. Кстати, вот там тоже похоже, как какая-то, наверное, была. Хотя нет, утверждать, что это пещеры нельзя. Если здесь стояли здания и их засыпало, видите, вот такой же бетонный колодец, как мы встречали раньше. Ну, или не колодец, свая, может быть. Интересно. Да, тут нужно погулять, побродить и поинтересоваться. Друзья, кто знает, или у кого-то есть какие-то предположения. Вон, кстати, вон еще такой же колодец. Видите, вон он. Похоже вот на вот этот. Ну, на эту бетонную сваю, на колодец. Я не знаю, что это. Кто знает, что здесь было или могло быть, пишите в комментариях. Ну, а мы с вами едем дальше. Уже спустившись вниз, смотрите, что мы еще обнаружили. Ну, это, кстати, знаете, что может быть? То, что называется погреб. Подвал. Ну, либо что-то еще. Жаль, что оно, конечно, все в таком вот, ну, мягко говоря, засранном состоянии. Там явно жгли костры. Хотя здесь, видите, здесь как бы делали переговоры. Ну, а его просто закрывали. Наверное, его закрывали. А кто-то прорубил, прорубил вход. Кто там лазил, знает, что там. Я не вижу, там что-то есть или нет. Это надо как-то, не, ну, там вроде как ничего. Это надо рыть вот там вот. Надо рыть там и разбираться, что там. Ну, тоже кладка, смотрите, какая. Смотрите, какая кладка. Вот лестница, про которую я говорил. То есть, она куда-то вела или куда-то в усадьбу какую-то или, ну, вот видите, здесь явно что-то было. Поэтому явно ходили люди. Ну, и вот туда вот. Сейчас вон ходят люди, которые собирают в сумке что-то, что еще можно здесь собрать. Хотя, не знаю, тут, мне кажется, металла уже давно, и здесь все повыносили. Какой-то мусор. интересная находочка. Интересная. Мы едем в обратном направлении, но тоже решили остановиться вот здесь, потому что здесь тоже очень много развалин. И после того, что мы там уже обнаружили, хотим посмотреть, что здесь. Здесь тоже, я думаю, есть какие-то приколы. тоже видите много всего. И вот, я смотрю, что-то тут такое интересное. что-то туда идет. Ну, а дальше, видите, дальше, дальше гора. Здесь явно раньше все было по-другому. Смотрите, вот, как фундамент или что это. кусок стены. Скорее всего. Вот, смотрите, какое здание. Боюсь говорить это слово, но все-таки скажу, античное. Ну, очень похоже. Смотрите, какая стена. Блин, да уже расчистите, да возите сюда туристов. Ну, что это такое, скажите? Тут же можно придумать кучу легенд, поставить здесь фудкорты, вон там, на лимане, навести порядок и косить бабло. Ну, правда. Смотрите, как красиво. Решил еще с этой стороны обойти. смотрите, какие камни. Фрагмент стены. Она сложена абсолютно из разных, видите, камней. петухи. Идем дальше. За спиной поют петухи, намекая нам на то, что мы все-таки находимся в частном секторе. здесь явно что-то было, видите, более, наверное, современное, отделано, вон, фрагменты кафеля есть, такого вот, знаете, битого, дешевого, то есть, я-то безлы пыла из того, что было. Не знаю, на каком я сейчас языке сказал, на каком-то сужике. Да, вон какая-то, видите, фрагмент колонны или чего-то. Ворот. Интересно. Интересно и непонятно. Мы, кстати, едем по асфальту, но, смотрите, из-под него пробивается вот такая вот старинная брусчатка. Вот там вот лиман, вон поселок Котовского. Ну, а мы приближаемся снова к санаторию. Вот это красивое и необычное здание с такими пристройками по углам. Хотя, я думаю, что вот старое здание. Ух ты, там какое-то деревянное дальше. Конечно, прикольно. Прикольно и очень аутентично. Вот такое вот здание, смотрите, стоит прямо на берегу Куяльницкого лимана. А вот рядом с церковью находится тоже такое, смотрите, красивое здание интересное. То, что я говорил, мы его проезжали, оно такое в таком состоянии. Ну, в никаком явно, дно очень красивое, смотрите. Смотрите, какие здесь узоры. Смотрите, как красиво. Очень тут мистично, очень тут загадочно. Там такая деревянная дверь есть, которая хранит себе много тайн. Что там, мы, конечно, можем только вот так вот посмотреть. Тут явно ничего старинного не осталось внутри. Хотя, видите, вон дверь заложена камнем. А сам фасад, конечно, очень красивый. Сейчас я смотрю под ноги, чтобы не упасть. Фасад, конечно, очень красивый, смотрите. Да, красиво. Мы приехали вот с той стороны. Эти здания мы с вами проезжали. Сейчас мы посмотрим их всех. Вот здесь тоже, скорее всего, были места для отдыха, какие-то гостиницы. Может быть. Опять-таки, это предположение, это то, что где-то может быть навязано теми историями, которые мы читали. Вот там бевет, там очень красиво. Идемте посмотрим. И потом вот пойдем посмотрим вот те здания, где грязи лечебницы. Они тоже там уже почти все разваленные. Идемте глянем. Интересно, бевет действующий или нет. Слушайте, ну здесь знаете, как попадаешь действительно в какую-то другую эпоху. Такая атмосфера какая-то вот уникальная просто. И микроклимат. Чем мне нравится куяльник? Здесь совсем другой микроклимат. Одесситы, я вам рекомендую приезжайте, дышите воздухом именно на куяльнике. очень много соли, концентрации. Сейчас вот когда пора вот этого нехорошего вируса, я уверен, что этот воздух нам очень сильно помогает. А вот смотрите, красотища, смотрите, конечно. Красотища. Здесь явно были какие-то фонтанчики, да? Да. вы видите остатки. Теперь там боржоми лежит. Это плитка уже, конечно. Бевет закрыт. Бевет, к сожалению, закрыт. Ведется видеонаблюдение, вход без маски запрещен. Ежедневно с 8 до 12. Интересно, сколько сейчас времени. Да, 12-11. К сожалению, бевет закрыли. Если я знал, заехал бы сюда раньше, если он, конечно, работает в указанное время. Обязательно заеду. Если вы заезжали и пили воду из этого билета, напишите, что здесь за вода. Она лечебная или она просто питьевая обычная. Там дальше он тоже что-то качает. Может быть, это вода с куяльника. Интересно. Идемте глянем, раз мы уже здесь. кстати, у нас сзади здание грязелечебницы. Слушайте, ну сюда качают какую-то воду. Видите, идет вода, но вода внутри грязная. Не знаю, что это такое. Кто знает, напишите. я, честно говоря, никогда серьезно этим вопросом не интересовался. Грязелечением я имею в виду. Ну, наверное, это как-то связано. Кстати, раз уж мы вышли, смотрите, вон есть что-то наподобие пирса. И есть деревянные сваи. Опять-таки, по разным версиям. есть версия о том, что вот, кстати, так вот идет вода сюда. Самое надежное соединение. Есть версия, что таким образом собирали соль, чумаки. Есть другая версия, что на этих сваях собственно были мосты, какие-то дороги. Ну, и как-то на дороге оно похоже больше, потому что как-то он идет ровно, прямо. Давайте попробуем спуститься сюда. Особо я смотрю, там болота нету. На машине точно не проедешь, но пройти пешочком можно. Когда лиман был повыше, когда уровень его воды был выше, то этих сваях не было видно. Это произошло не так давно, вот это оголение, простите за медицинский термин, который чаще всего используют в военкомате. И вот так вы увидели эти сваи. Крепко, надежно, взробно с любовью. Ну и видите, вот они туда пойдут дальше, мы не пойдем, потому что все-таки болото, не хочется пачкаться. Они идут, видите, там останавливаются, их очень видно хорошо с окружной дороги, когда вы едете на поселок Котовского. Кстати, еще одна фишка, кто не знал, Куяльницкий лиман находится ниже уровня моря. Если этого не знали, ставьте лайк. И вот туда пошел пирс, мы туда не пойдем, идемте лучше посмотрим газеречебницу. В общем, здесь какая-то жизнь кипит, здесь что-то работает, течет вода куда-то, несмотря на то, что здание в таком состоянии, гудят какие-то подстанции, сосуд, насосы, простите за такое слово. И вот мы подходим, насколько я понимаю, вот это вот си напруга, мы уже поняли, что это трансформаторная будка, так как она гудит. а вот это скорее всего та вот бывшая грязелечебница. Не знаю, где-то получится позаглядывать, где-то нет. Кстати, вон, смотрите, окошко заманчивое. у нас длинные руки, поэтому мы можем посмотреть, что там внутри. ну, это как соколь, не соколь, полуподвал. Вот еще есть вход, но я туда не полезу. В таком состоянии сейчас грязелечебница, вы видите, да? Очень смотрите, какие красивые узоры, элементы отделки. Здание очень красивое, очень непростое. Конечно, строилось мастерами своего дела. Не так, как сейчас строят высотки за полгода. Ну, здесь был явный вход. Смотрите, как красиво. Смотрите, реально очень красиво. Очень очень красиво. Есть опять-таки какой-то вход, в который не сильно хочется входить, ибо как меня когда-то учили куда-либо заходя подумай о выходе. ну вот так вот так что тут что тут тут какой-то постамент явно когда-то стоял тут чей-то бюст угадайте с трех раз чей я не знаю чей просто напишите как вы думаете туда тут конечно очень жаль что это все заброшено непонятно почему тут стоят решетки если если вон можно зайти все выломано то красиво друзья напоминаю что это бывший санаторий куяльник ну почему бывший потому что конкретно вот это здание уже не может оздоравливать людей да так жаль фрагмент чего-то может быть упала сверху похоже что эта штука сверху упала откуда-то непонятно правда так ну и там что-то по этим лестничкам вот так вот скорее всего это был центральный вход заходили заходили видите там уже крыши нету ух ты там посреди какая-то яма круто вот туда попасть попасть было здорово идем еще посмотрим еще смотреть реально туда в эти подвалы залазить можно я в парадном я честно говоря не ожидал найти такие интересные места сюда нужно одевать какие-то или сапоги высокие или более толстую обувь потому что по-любому можно на что-то наступить одеваться соответственно и вперед вот она архитектура архитектура прошлого вот тоже один из входов смотрите это похоже что еще не так давно функционировала если та часть уже конкретно заброшенная то здесь еще какое-то количество лет назад еще видите он даже занавески висят я конечно как так можно скажите почему это происходит почему все убивается вон видите занавески есть на окнах можно зато заглядывать вот туда точно так же есть у меня ощущение что кроме бродячих собак и возможно людей без определенного места жительства мы никого не найдем как говорил герой одного любимого фильма все украдено до нас вот смотрите так стоит бюст давайте посмотрим кто это видно что это современное изваяние наверное хотя не факт просто хорошо сохранилось к сожалению памятной таблички нету кто знает кому этот бюст друзья напишите пожалуйста в комментариях идем дальше смотрите какая интересная башенка я думаю что вот это вот был центральный вход в грязью лечебницу очень очень здесь красиво конечно еще даже видите он пытаются садить цветы там даже что-то написано и судя потому что двери стоят относительно современные то не так давно это работало может даже работает клиничный санаторий имени пирогова то есть я могу сделать вывод что бюст который мы с вами видели это и есть пирогов так это или нет напишите в комментариях ну и собственно дверь в грязь лечебницу там на окнах даже стоят цветы значит этот корпус скорее всего рабочий а мы сейчас с вами знаете куда пойдем я хочу вам еще показать интересное место сейчас если вы отсюда его увидите вон там смотрите на гору смотрите наверх кстати вот с обратной стороны все-таки надпись осталась а спереди вандалы тупо сбили значит я пролечился значит памятник не современный вон 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 друзья видите вон такая красивая арочка вон сейчас мы с вами отправимся туда для этого мы выведем санатория и заедем сверху я знаю дорогу там конечно можно подняться но знаете как куда-то в шаолин но мы же с вами не монахи нам никому ничего доказывать не надо поэтому просто поедем на машине идемте давайте зайдем в эту арку очень красивая явно очень очень старинная и собственно отсюда открывается вид на куяльник на куяльницкий лиман на вот эти вот мистические загадочные стены что это была крепость была ли это или что-то еще я знаю что сейчас здесь тренируются альпинисты лазят там ну это сейчас ну а также я вам обещал красивые кадры красивые ракурсы вот здесь получаются на этих ступенечках на этих лестничках очень красивые фотографии для инстаграма для видео для фото для чего хотите вот один из этих ракурсов я немножко переместился кстати хочу вам показать толщину вот этой стены смотрите вот какая она давайте поднимемся кстати наверх очень круто круто и круто в плане здорово и круто в плане круто подниматься зато вид отсюда открывается шикардосный а там кстати видите вон какой-то лаз интересно тоже фактически санаторий куяльник с высоты птичьего полета здесь кстати что-то заливали смотрите или что-то укрепляли или наоборот что-то заливали может здесь какой-то лаз был если знаете напишите а вид конечно шикарнейший понравилось это видео поддержи его лайком если вдруг по какой-то причине ты еще не мой подписчик вот здесь внизу под видео есть кнопочка подписаться нажимай на эту кнопочку а рядом с кнопочкой нажимай на колокольчик и ты не пропустишь ни одного моего видео также я тебя очень прошу поделиться этим видео с друзьями в соцсетях для этого под видео нажимай кнопочку поделиться и разбрасывай видео по всему интернету меня зовут Сан Саныч вы на канале взрослый разговор мы с вами вместе сегодня гуляли по территории бывшего санатория Куяльник и я жду много ваших интересных комментариев по этому поводу сейчас после того как я закончу не выключайте еще будет дорога вот сюда к этой арке а я желаю вам добра любви и счастья пока а дорога выезд санатория ну конечно все для людей смотрите все на благо трудящихся просто приезжайте лечитесь будьте здоровы уезжайте с хорошим настроением это выезд на окружную дорогу это я не полез в какие-то чигири это таким образом вон видите у нас завод минеральной воды Куяльник а это сейчас вы увидите выезд на окружную check the mic and make sure it sound right boys так и так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok